Значит, сейчас оперативное время, по моим часам, 9.22, ну у меня плюс-минус, да? Значит, мы работаем примерно час, где-то в 10.20 мы закончим, и будет еще полчаса, чтобы пообщаться, потому что они, по-моему, начинают выгонять где-то часов в 11. Ну, как обещал, что вторая часть, она как бы сборная, тут песни любые, но потом минут 20 мы оставляем, и вот уже два заказа есть, это история Афганистана, то, что вы говорили, да? И еще, а, и афганский гарнизон, да? О, и афганский гарнизон, да, 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 а потом еще, по-другому... Вот, афганский гарнизон, да, да, и афганский гарнизон, да, 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 да. Поэтому у меня какая просьба, если сейчас 10-25, да, 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 да... Значит, сейчас сколько же надо, чтобы осталось 20 минут... Ну, короче, ровно в 10, если я не закончу петь, то вы начинаете там вот сам кричать, слискеть... Да, да, и все, и мы начинаем, да, это самое, типа, как концерт по заявкам. Песня с длинным названием, хотя песня очень короткая, название такое, «Ночная гроза в московском районе Останки». Мне вроде ничего не говорится, но вот она для меня очень дорогая, и как-то надеюсь, что, может, как-то вам передастся. Пусть многое позабываю в любви нашей непроговой, Мы едем в полночный трамвай, сверкает гроза над Москвой, По окнам сбегают потоки, невинно домов и машин. Мы молоды и одиноки, и мы никуда не спешим, Мы молоды и одиноки, и мы никуда не спешим. И вдруг озаряется лица небесным огнем из окна, И гром затрясает столицу, и сердце пронзает вина, И вижу, как будто впервые во всем виновата гроза. От страха и счастья гмельные, забытые мною глаза, От страха и счастья гмельные, забытые мною глаза. Очень хочется спеть песни о Севастополе, Потому что, конечно, сейчас наша жизнь изменилась. У меня очень много песен о Севастополе. У меня очень много связано. Я туда еще молодым, совсем лейтенантом приезжал, Уходил в боевые походы с кораблями, там, в Средиземное море. И потом я делал фильм о Севастополе для центрального телевидения. Назывался «Трижды рожденный», может, кто-то случайно видел. Я туда неоднократно резил женой, я там влюблялся без жены и так далее. Но песни о Севастополе, они у меня, к сожалению, такие, Не то что ноющие, но о том, что в Севастополе шел в трассе, А сейчас он вернется. Таких еще новых песен я не писал. Поэтому что мне остается? Спеть песню об одной из влюбленностей, скажем, в Севастополе, В те времена, называться «Русалка». Белый парус в черном море над зеленою водой, То ли счастье, то ли горе, но нет с такою молодой. Черноморская русалка, даже губы салоны, С нею шат камниевал на волне и вверх полны. Косатка бедра, у нее высокий рост, У нее красивый, твердый, но немного длинный хвост, У нее глаза как море и как солнце чешуя, То ли счастье, то ли горе, что она почти моя. Почта гнется, словно топ, Парусы рвется, как крыло, В легендарной Севастополе нашу яхту занесло, Пристань городскую схвалили, Стерку миную снесли, Брик Меркурию топили, И другие корабли. По потопу гуляли чьи, По большой, большой морской, И прикольки, как мужчины, В среду глядели их с тоской. Черноморской, наверное, говорили, не таясь, Ах, какие нужны нервы, Чтобы иметь такую связь, Ах, какие нужны нервы, Чтобы иметь такую связь. Белый парус, черном море, Над зеленою водой, То ли счастье, то ли горе, Мне с такою молодой. Черноморская русалка, Даже губы соловьи, С нею шатка, мне хивалка, На волне и без волны. Песня почти без комментариев, Но вот с техническим комментарием. Если вы заметили, Что я не бард. Потому что я стараюсь играть На простых аккордах, Без всяких выпендрежей, И это не значит, что я не умею. Я время от времени себя заставляю, И учусь, И начинаю все переборы, Сложные аккорды, И потом замечаю, Что лично мне это мешает. То есть для меня важно, Чтобы вы слышали и понимали слова. Потому что почти все песни, Что я пою, Это, в общем-то, стихи, Которые можно печатать в книге. Я их печатаю в книге. Практически у меня, Есть, но очень мало песен, Которые, именно только песни, Которые мы не печатаем. И плюс тому, Я специально не делаю Какие-то сложные мелодии. Обычно один какой-то поворот, И этого достаточно. Но вот у меня есть, например, Песня с двумя поворотами, Это я вам сейчас покажу. Песня с двумя поворотами, Песня с двумя поворотами, Песня с двумя поворотами, Данье горы, Свинцовая бурга, Где кровь стекла, Где сердце жгла Холодная награда, Там потерял я и друга, и врага. Была война, война была, и мне другое не надо. Но свет дано отличать добро от зла. В пекле военного ада. Ведь все-таки война была, и мне другое не надо. Была война, война была, и мне другое не надо. Дица штольная стала мир живой, И заграничный слышен войн, из городского сада. Перед Россией винюсь, что я живой. Была страна, страна была, и мне другое не надо. Нет ни скамьи, ни надежды одна стала. Непостижимая взгляду. И все-таки страна была, и мне другое не надо. Была страна, страна была, и мне другое не надо. Я уже говорил, что я много, больше 10 лет проработал в военном отделе «Правда», где был начальником Тимур Гайдар, контр-эдмирал, и было два специальных корреспондента. Я самый молодой в «Правде» спецкор за всю историю. Советский парад, что-то. Тогда же это была «О, какая большая, оказывается». И еще был такой Петр Алексеевич Дениненький, тоже очень хороший человек, значит, я себя тоже считаю. Но он тоже был относительно молодой. Поэтому так называли нас, Тимур или его команда. И мы время от времени, значит, собирались в неформальной обстановке, чтобы обсудить, а что вообще делать с вооруженным силами и так далее. Все-таки мы орган ЦК, да, вот это, да, да, да. Вот. И обычный повод какой-то, что-то сделать, ну, например, пельмени. Но один раз так собирались, и Тимур говорит, ну, ладно, сделаем мы пельмени, напьемся, мы так, сволочи. Потом, ладно, там, развезем-то редакционную машину. А что-то должно остаться? Ты говорит, напиши песню. Вот я написал такую песню, где использовал, если кто-то читал «Незнайку» Николая Носова, там была считалочка такая «Эни-бени-рест, твинтер-финтер-жест». «Эни-бени-ряба, твинтер-финтер-жаба». А я еще почему это помню? Потому что мой дед, он был директором Кировского вятского ботанического сада. У него был гостевой домик. И в гостевом домике в далекие, там, года, еще там, в середине 50-х годов прошлого века, у него был этот самый художник, который иллюстрирует первое издание «Незнайки». Вот сохранилась семейная легенда, что якобы, когда мне было там года 3-4, он у меня носил на руках и потом говорил, что я «Незнайку», вот он тогда рисовал «Незнайку», нарисую с вашего «много». Он у меня будет такой жилопаухий. Так это или не так, но семейная легенда об этом гласит. Мы забрались на пельмени, мозговой армейский треск. Эй, не бей, не бей. Я опять начну, значит, иначе вы не поймете эту песню. А так как я заканчивал военную академию Дзержинского, это ракетные войска с атактическим назначением, то я немножко разбираюсь во всех этих вооружениях. Есть такое выяснение, там, ядерная триада. Это что значит? Это то, что летает, то есть бомбардировщики с ядерным оружием, подводные лодки, АПЛ с тоже ядерным оружием, да. Ну и такие стандарты, наземные копцы, это все называется триада там ракет на ядерный хвост. Это тоже можно, вы помните, здесь. Мы собрались на пельмене, мозговой армейский треск. Эй, не бей, не бей, не бей, не бей, не рест. Все разведчики из Интерпольск такались с мест, что решили, твинтер, 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 твинтержет. От слубянки едут в танки, эй, не бей, не фыр. Мы, мол, тиши, чтоб загранки думали про мир. Вот мы смели, вот мы смели, выпили в присесть. Эй, не бей, не а кассели, твинтер, твинтержет. Мы сейчас еще по разу, эй, не бей, не ух. И крылатые заразы, твинтер, твинтер, ух. А потом всяких лекций чуть добавят, что. Их мобильные мэпсы, эй, не бей, не стоп. Ну, от райдент и подлодки, твинтер, твинтер, буль. Мы заманены русской водкой, нами в Ливеркуль. Вот они и пестряты, и дни, бей, не мэр. А у нас вино в порядке, пивно в уме. И с горючей этой смесью твинтер, финтер, мать. Мы в Нью-Йорк, мол, выпьем вместе, хватит плевать. Вот как можно, эй, не бей, не вывезть мир из тьмы. Если сядут за пельмини светлые умы. А сейчас совсем другая песня. Есть такая легенда, потому что не легенда, но она уже стала частью литературы. Если кто-то помнит, 93-й год, октябрь, 4-е число, да. И потом, когда уже танки стреляли, когда уже все горело. И потом уже, когда уже вышли все, там, русской, вроде мой приятель, который там показывал, что вот, я из этого автомата не стрелял, с таким. Но там, якобы, осталось несколько человек. И уже не якобы, а там, действительно, из огня были такие прощальные салюты трассеров. Это было. И якобы они то ли пели, то ли вспоминали вот эту мою песню. Я думаю, что это легенда. Но она уже стала литературной легендой, потому что она напечатана в нескольких вариантах. В том числе, очень такой хороший писатель, я вам советую, если кто-то увидит, Евгений Чернов. Он был у нас председателем в Союзе писателей клуба рассказчиков. Вот у него тоже есть. Что якобы они эту песню перед смертью, то ли перед воспоминали. Святая русская держава, в кровь и дым погружена. Ее поруганная слава, земному взгляду не видна. Исполосованы знамена, но над изменой и враньем. Войска небесной обороны еще глядят за окоем. Дом Богородицы, Россия, твои поля и города. Враждебной отданной веселье горят от боли и стыда. Пауки, бригады, батальон отгородились за свои. Войска небесной обороны, одни за мертвых и живых. И по невидимому следу, не преклоняя головы. Святые ратники победы сойдут из вольной синевы. И беззаконные законы не одолеют русь пока. Над нею держат оборону ее небесные войска. Над Русью держат оборону ее последние войска. Мне уже шестьдесят, с большим летом, и кажется, что жизнь уже кончится. Не кончились, да? Когда же говорят шестьдесят, я говорю, жить осталось. Еще шестьдесят. Ну, да, я поэтому обычно, да необычно, я это не пою, но хотел бы сказать, что это песня о моей последней любви. Потом думаю о крайней, наверное, да? На Ярскенском полоте, на дальнем повороте, Зады над именной улицей, в Казиновой горе. Вы в домике живете, стоящем на подлюде, С гребиной над забором, с колодцем во дворе. Для вас я малозначен, но все-таки я рыбачу, На Ярскенском полоте, где рыба не клюет. Плевать о неудаче, я радости не прячу, Не заряжа приезжаю сюда не первый год. От пачка до кучки неверные мосточки, А дальше ни досочки, ни ткнившего гривна. От глазки, кубки, щелочки, ах, белые носочки, Ах, желтенькая кутка китайского сукна. На Ярскенском полоте вы двадцать лет живете, А я живу лет сорок в казарменной глуши. Ах, уточки на взлете, от пьянки в пятой роте, Ах, сломлены из дуру тростинки камыши Ах, будучи на взлёте, Ах, пьянки в пятой роте Ах, сломлены из дуру тростинки камыши Не получится, но мне сегодня и хочется делать или пытаться делать такие вещи, которые либо получатся, либо не получатся Называется военный кавказский романс Здесь, на войне, в горной стране Вспомнился мне за брюне В этом саду в данном году Ты меня ждёшь, я тебя жду Горд в огне, кровь на броне Словно во сне, жизнь на войне Всё на песке, на полоске Если в лесад, так вдалеке В взрыве жду, смерть обойду В этом году не пропаду Только бы мне заесть на войне Не позабыть сад при луне Здесь, на войне, в горной стране Вспомнился мне за брюне В этом саду в данном году Ты меня ждёшь, я тебя жду А сейчас помню, что не всегда же мы были в смысле одной такой стали Я хотел показать вам одну песню Которую написал ещё в школе А так как я окончал школу экстерном И мне было лень учиться в каждом классе То я её закончил где-то между 15 и 16 годами Хотя я поступил в школу уже 8 лет Из-за того, что отец был офицером И где-то в 10 классе я написал песню Которую пели и даже больше играли на всех наших танцах В провинции Я в то время жил и заканчивал школу в городе Шуя Ивановской области И мне был бред Приглашаешь какую-нибудь девочку танцевать И говоришь, вот сейчас тот сыграет мою песню А мы, кстати, тогда не пели У нас не было даже какой-то там дизжаки Были нормальные ансамбли, которые вживую всегда играли А потом через годы я услышал По телевидению какой-то КВН показывали Какая-то команда из Сибири Из чего танки красивых делают И что за пищей они обедают И почему мы словно ненормальные Теряем красоту свою моральную И мы за смески ночами светлыми Все как один становимся поэтами И мы меняем истины все вечные На красоту, возможно, но конечную Отсутилишь ты всерьез так ненасмешливо И мне конфетку предлагаешь вежливо Ты знаешь все, что я сказать отчаялся И рано, что слова не получаются Куда идем? Мы вместе все каращатся И за тобой следом дом вытащатся И почему-то все вокруг завидуют Идущему с тобой не виду Из чего танки красивых делают И что за пищей они обедают И почему мы словно ненормальные Теряем красоту свою моральную И почему любовь между ним Ну вот серьезные действия на Севастополе В 12-м году меня, коммунисты, а я коммунист был и остаюсь, затащили в Севастополь на 75 лет, как ушел оттуда флот в 1920 году, белогвардейский флот, который сначала высадил наши белые войска в районе, в Турции, в Галитаре, а потом ушел в Тунис, в Безьярку так называемую. И это для меня очень трогательно, потому что, как все коммунисты, я сначала был белогвардейцем, естественно, потом монархистом, а потом уже с годами понимаешь, что кроме идеи коммунизма, все остальное бред собачнет. Но что было интересно, например, в то время население Севастополя составляло 70 тысяч человек, а на кораблях, когда ушло, тоже 70 тысяч. Вот как будто бы, ну понятно, что там небольшие войска, но такое ощущение, что город снялся и ушел. И еще это 1925 год, не забывайте, это то время, когда у нас было тоже ощущение, что мы куда-то уходим в шею. Вот, и я написал такую песню, и там нужно пояснить, что на грот стенгах не сдавшуюся вымпела. Если вымпел поднят на грот стенге, это означает, что корабль находится в бою. А, еще хотел сказать, для одного фильма, большого, а именно о белых гвардейцах, я записал эту песню, и она звучала, там, естественно, все это за кадром. Его показывали по телевидению уже, в демократической гривне, естественно. Там опять уходи, наше русское море, без неправой струны, что отчизна и была. Нам опять поднимали, в одиноком, простом горе, на грот стенгах не сдавшуюся вымпела. Нам опять вспоминали, скалы русского Крыма, Севастопольский ритм и Малаков-Кургал. Нам опять объяснять, то, что необъяснимо, И сквозь слезы глядеть в мировой океан. Вот когда мы поймем, умножить правила в море, Сборить с волею мужей, и мы не смогли. Раз в три четверти лета, по русскому морю, Из России уходят ее корабли. Нам опять уходить, наше русское море, Из неправой струны, что отчизна и была. Нам опять полима, в одиноком просторе, На грот стенгах не сдавшиеся вымпела. Ну, я много уже говорил о газетах, но надо же спеть какую-то газетную песню, то, что у нее очень много газетных песен. Ну, я спою, так называемый, первый плач специального корреспондента. Там речь идет о газете «Известия», мы тогда «Правда и известия». Мы обычно не то, что враженовали, но соревновались. У кого, например, дача лучше? У нас были дачи в Серебряном мору, честно говоря, развалюши такие. А у них были дачи на сходне, и они были получше качеством, но там зато над ними всегда самолеты летают. У нас над вами самолеты летают. У кого лучше гонорары? А мы молодежь, потому что я тогда относился к полной молодежи, и мы очень спорили, у кого красивее секретарство. Поэтому здесь это упоминается. Поздней ночью на улице Горького, Когда номер подписан в печать, Слаб ты, друг, ощущения Горьки С молодецкого сгибать в крючан. Вот идешь ты, дурно и прогуренный, Почернев от газетного дня. В голове твоей за штукатурой ремной Не пылая святого огня. Ничего к тебе нынче не можется, И глядишь, исполнены тоски. Как на девичье крашеных рожица, Под ресницами тлеют зрачки. Хороши длинноногие бестии, Жаль в чужом огороде поют. Говорят, что в газете известия Всем таких секретарь, что дают. А вокруг ресторанов до клубища Разжинцовая в них молодежь, В любом спецкоровском рубище Ты стыдливо сторонкой идешь. И пока до твоей однокомнатной Кромыхает полночный трамвай, Размечтайся о чуде каком-нибудь, Но жене ее не называй. Съешь на кухне котлетку холодную, Не спеши освещение включать. А налейка сто грамм за свободную, За советскую нашу печаль. С каждым годом она все могучее, Вкруг нее вся страна сплачена, Как гнезды у окна, словно чучела, Ни черта не видать из окна. Через 3-4 минуты начинаем Свободную программу. А пока еще так. К этой песне маленькое объяснение. Вот меня туда затащили в правду, Когда я был еще лейтенантом. Я пришел на полковничью должность. Большую. И я стал получать меньше, чем лейтенант в армии. Когда говорят, что вон, Это так все партийные зажрались там. Вот это демократы нынешние. Смотри, так. Ну, правда, я получал еще, Я под землей, я в то время служил так, Немножко под землей, но все равно. Вправду я получал меньше, чем лейтенант в армии. Поэтому не верьте, когда там это ссор. Да, были какие-то зажравшиеся, Но было так мало там. Вы знаете, что даже у Брежнева на даче У него все белье, все там простые, Все были проштемпелеваны. Дача номер один. Все там. Это не твоя собственность. Ну, Брежнева на даче. Сейчас порвлю. Да, нет, но это потом. Серьезной песней, что не хочет, Потом еще пойму. У меня брат есть старший, Володейнар. Он тоже поэт, Он печатается под псевдонимом Урусов. Может, когда-то это... Вот видите, хороший поэт. И мы с ним как-то решили написать Универсальную песню, Которая объясняла вообще Всю военную службу и всю жизнь. Мы понимали, что песня должна быть глупая, Чтобы все... Но универсальная. Вот я вам сейчас все покажу, Что у нас получилось. В хэ-э беззащитного цвета При трудной вечно долгу Могу погорить всю планету, А выпить в строю не могу. Снаряд в заряднике, Снаряд в снаряднике, Штыки в штакетнике, Патрон в стволе, Судьба фатанная, Смерть моментальная, А поддук же нет, Я в земле. С защитной великой державы Я мира на земле берегу, Стреляю налево-направо, А выпить в строю не могу. Снаряд в снаряднике, Снаряд в снаряднике, Штыки в штакетнике, Патрон в стволе, Судьба фатальная, Смерть моментальная, Душа в отдушине, А я в земле. Заканчиваем обязательную программу Полушуточной, Полусерьезной песенкой, Связанной с моей малой родиной, Когда началась эта поганая, Как перестройка и все прочее, Почему-то у нас в Шуе, Такой маленький городок Ивановск, В области открылось огромное количество баров, Небольших ресторанов, Пивоножек, Просто дикое количество, А работать уже было негде, И многие мои, В том числе и знакомые девчонки, Ушли туда официантками, Не только официантками, И вот такая песня, Которая называется Девчонка из шуйского бара. Я живу и привяжу кошмар, Но в ночи и средь бедного дня, Да девчонка из шуйского бара Охраняет, как ангел меня, Да по возрасту я и не пара, Между нами любви не на грош, И с девчонкой из шуйского бара Я судьбою не только похож, Отдаемся почти, что за даром, Я стиха и тела манат, Но с девчонкой из шуйского бара Верим лучшие мы времена. Денег нет, но осталось битара, Счастья нет, но осталась душа. Ах, девчонка из шуйского бара, Удивительно, как хороша, Ей, панели, а мы тротуары, В этом разницы нет никакой. Из девчонка из шуйского бара Я склоняюсь неприпыщей горы, Между нами к чему-то рыбаю, Помолчи или выпьем вина. Не нужна мне сегодня гитара, Ведь сегодня любовь не нужна ему. А в России раздор и сварь, Голодуха, разоруха, разлад, И девчонка из шуйского бара Я последний, товарищи, брай. Мы ведь с ней не менялась базара, Нам стыдиться не нужно, стыд рам. И девчонка из шуйского бара Не родней, чем родная сестра. Я живу или вижу кошмары, Но в ночи не стрельбекло дня, Распитутка из шуйского бара Охраняет, как во мне, у меня. Да девчонка из шуйского бара Осияет в грунхах меня. Так, по графику начинаем Свободную программу. Так, первый заказ был, Это ваша история Афганистана. Ужасное тяжелое длинное петь, Но я попробую жать. Из пояснения, что она написана В два захода. Первый заход, когда был жив Брежнев, Который упоминается под именем Тот, кто нынче выше всех. И второй заход, когда уже Брежнев умер. Потом я слил это воедино И печатал уже как единый текст. Безусловно, дали мах Мы десяток лет назад Называется фершах И высочество, и брак. Мы ему завод платили, Мы даем ему угря. Да, любили мы скотину Захершака короля. До зубов не пооружили, Утопили его король. А вообще неплохо жить С этим самым Захером. И целуя с господа, Тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич, фундамент Под Кабульский полетел. Но история, как средство По висотни кирпича. Где Захер, где королевство, Только камень и леча. Началась другая эра, Там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера По фамилии Даута. Сразу помощь предложили И деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили, С этим самым Даудом. Только снова дали маху. Все революционеры Оказался братом Шаха И агентом ФМР. Был он подлым и двуличным, А его же, как нагрев, Целовал утром лично Тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, Там, конечно, они здесь. Вышли танки при Дауде, Нет, Дауда, танки есть. И хотя бы рановато Взяли принца на штыки, Но целуем, словно брата Нура-мура-тараки. Правда, дружить с Патистаном Книги пишут, кровотея. Из казны, как из кармана, Много хапнул на детей. И партийные разлады Непутево примерял, Расстрелял кого не надо, Кого надо не стрелял. Мы идейно с ним дружили, Но готовили балки. А вообще, Неплохо жили с Нура-мура Дорогие. Дали орден, Дали займы, И командовал сквозь смех Вера-мур, Мол, Елена-майна, Тот, кто нынче выше всех. Но, короняясь в СССР, Был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера По фамилии Амин. Задушил подлец-подушка С твоего лучшего дружка И зарыл-таращил тушку Средь арганского песка. Мы, конечно, телеграмм, Мол, а линка, физла. Мы не знаем ваши травы И у вас свои дела. Но согласно уцов дружбы Можем денег предложить И военного оружия, Чтоб тебе спокойнее жить. В общем, жили мы неплохо И с Анином до конца Расстреляв его с Цовстоком Посереднего дворца Сразу радио рубили Мол, афганская земля Про тебя мы не забыли Нам о браках гормалян. Правда, он буржуй-буржок, Борчанистый, пустобрет, Но ведь рукоположенный Тех, кто нынче выше всех. Под надежную охрану Посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный С пьяной думой на лице. Окрестили ему Коля По фамилии Бобров, Войск прислали, Чтобы в вою Наломал в Афгане дров. Но другой, Кто был всех выше В нашей собственной земле, Весь, как говорится, Вышел и в Кремлевской Лег в стене. Мы порадовались Виктором, Но задумались слегка, Может быть, без Леонида Здесь не нужно бобрака. Долго думали, Однако во все стороны поля Завоброла, Завобрака Закалюку кармана. Да к тому же Пересменка Началась в родной земле, То он дров, То черненко, То бедно Сидит в Кремле. Мы для каждой Той заразы Здесь сломали Кучи дров, Дожидаясь Приказа, Он пришел Прощай, Бобров, Без подушки И без пули Тихо сделали дела, Глядь, Уже сидит В Кагуле Особист Наджибулан. Правда, В университете Он учился На врача, И людей На белом свете Часто резал Сгоряча. Возглавляя Орган хана, Это их Комитет, Кому надо И не надо Всех отправил На тот свет. Постанем Нормальной, Малой, Мы с ним Многое смогли, Да в Кремле Пятно восстало, До свидания От жителей. А то Реличи Кушки И Афгашки Кто имел В Харатоне Или в Кушке Оказавшись Неуделом, В общем, Вышли из Афгана, Раз приказ Дурацкий Дан, Зачем Другие Страны Дома будет Вам Афган И живем Отлично Что-то Мы опять В родной стране И трещиной С пулеметов На гражданской На войне Веселятся Демократы Президент Кричит Ура! А по-моему, Ребята, Шахануть И всех Пора Аплодисмент Аплодисмент Сообщениям Другой Аплодисмент 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 Между Между Бригад Что над Рекой Хранят Свой Собственный Поколь С дым На часах С бычком В усах И вертолетный Полк Витает В небесах Курик Умри Тут Хоть Умри Но Вечно Глина Под Ногой И Вечно Мина Под Другой И Каждый Час Пугает Нас Рванувшись Дурно Складая Поезапас Кундуз Кундуз Не Хватит Мух Чтобы Ваэрко Вдохновить Тебя Прекрасным Объявить Зимой Вороз Весной Вонос И Круглый Год Житель Не Жить Один Вопрос Газни Газни Кругом Огни Бьют От Шика Из Далека И Миномет Из Бугарка Бери Сол Гоних Хану Без Темноты Она Не Стоит Этих Гордес 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 Были До Небес Качают Духи Головок Перед Бригадой Шкуровой Мог Зарупли В Такой Пли Мы Сами Духи Продохнуть Не Смогли Шин Дам Шин Дам Здесь Маловат Гордес Среди Ночи Средня Но За Углом Аэродром Где Нас Нельзя И Где Ждет Нас Праборщи С Медром Боевой моряк Северного флота, который нас снимает, и потом все это будет выложено в интернете, потом все вы можете посмотреть еще раз, как мы здесь сидим. Вот эту песню я пою медленно, ее еще поют несколько ансамблей. Я тоже пел «Севастополь», но я знаю, что она там звучала и в другом таком рокном исполнении, возможно, она немножечко тоже подействовала на то, что случилось. Но я спою так, как ее пою. Под графской пристыке шел, под глубокой зеленой воды, Еще далеко Севастополь, да даже последней беды, Еще и германские тропы полынью не все заросли, Еще ты стоишь в Севастополе, на краешке русской земли, Еще и германские тропы полынью не все заросли, Еще ты стоишь в Севастополе, на краешке русской земли. Магазины над Европой, народные льются дожди, Останься со мной в Севастополь, пожалуйста, не уходи, Пусть слышал отчаянный ропот в весны осенним ветру, Останься в живых Севастополь, иначе я тоже умру. Пусть слышал отчаянный ропот в весны осенним ветру, Останься в живых Севастополь, иначе я тоже умру. Обратный отчет, две песни, или я буду петь свою. Неизвестную любовь твою, Старш. Сколько счастья сладкое. Вот все, две песни, ребята, заканчиваем. Нет, третий, что-нибудь повеселее. Пойдем без комментариев. Снежные склоны, хребтов еду куша, В красных заплатах солдатской крови. Я под огнем перекрестным не спрошу, Ради твоей неизвестной любви. Может быть, смерть мои руки развяжет, Я обниму тебя, падая в снег. Горы высокие, небу расскажут, Как человека грубил человек. Слово прощали, слезою печали, Из-за далека не тревожь, не зови. Но лучше остался такой, как в начале, Нашей с тобой неизвестной любви. Мы не пробили Москвой вечерней, Не целовались, не скучно в саду, Не придавал же большого значения, Если от рожды совсем не приду. Ближе и ближе чужие халаты, Все позабудь, мои письма порви. Как я себя разрываю гранатой, Ради твоей неизвестной любви. Как я себя разрываю гранатой, В память твоей неизвестной любви. Как я себя разрываю гранатой, Ради твоей неизвестной любви. Как я себя разрываю гранатой, Ради твоей неизвестной любви. Ради твоей неизвестной любви. Как я себя разрываю гранатой, Ради твоей неизвестной любви. И не бывало, мой друг. Остановись, оглянись от порога, Кобель вечером она как молода. Вечной бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда. Вечной бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда. Ей от тебя было нужно так мало Остановись, приласкай, погляди Вечной любви на земле не бывало Значит, она еще вся впереди Вечной любви никогда не бывало Значит, она еще вся впереди Виктор Геевич, одну короткую можете? Могу только, если веселая, на ней и закончить По-моему, ваша песня начинается со слов Он был очень красив, я его не забуду По-моему, Бомиан называется Бомиан, Бомиан Ну давай, на ней и закончим Тем более, что вот, ребята из Бомиана сидят На прошлом выступлении я видел В принципе, она посвящена Федору Борисовичу Гладкову Человеку в Главном Разведовом Управлении Который там могил Ребята пытались его спасать Не удалось И мы теперь каждый год 10 октября встречаемся на кладбище Донском на его могиле Он здесь в этой песне не назван, но песня посвящена ему Мы на ней закончим Тем более, что она посвящена вообще-то и всем солдатам Он был очень красив, я его не забуду Бомиан, древний город, трех тысяч пещер В скальных книжах, где статуи Два исполина, два моби Символ вечности, веры, забвение, веры По Меарской долине Светут обрековцы Виноградной лозою Обвиты стволы Там луч от ручейки Там рютва да сбросы Там дома, как чайки На дне пиалы Даже солнце везде Не горит, а сияет Даже ветер всю ночь Только дышит слегка И дорогой царей На Кабу проплывая Ожерелья долины Ее облака Будут все не впервой В пятнадцать столетий Время не пощадило Их каменных лиц И надменным погодом На путнем подсвете Пустота их изъеденных Ветром глаз вниз Буды были одеты И в глину, и в злато Злато сняли монголы А глину ветра Буды были бедны Буды были богаты Буды были богами Их память вестра Величал бы горды Немоступны всевластны Хороши и стуканы Но выкрыл взгляд Человека внизу Был живым и прекрасным Запрокинувший голову Русский солдат Болянской долине Спасибо, 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 что пришли С вам Спасибо, спасибо